Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире передача «Якутск. Сегодня». И этой передачей мы открываем наш новый сезон. Сегодня у нас в гостях победители грантов главы Республики Саха-Якутия, авторы социального проекта «Антирак. Поддержка выживших». Здравствуйте. У нас в гостях Кларк Катерина Николаевна, волонтёрка-ординатор проекта Инни Кифоров Пётр Владимирович, главный врач Якутского Республиканского Медицинского информационно-аналитического центра, хирург-онколог и волонтёр проекта. Здравствуйте. Добрый день. «Антирак. Поддержка выживших» объединяет людей, переживших рак и их родных. Наши волонтёры организуют встречи и беседы со специалистами для непосредственной помощи улучшения психического состояния и эмоциональной поддержки больных и их близких, которые страдают не меньше, чем сами больные. Главное в это время – не оставаться один на один с коварной болезнью и замыкаться в себе. Наоборот, надо общаться, делиться своими тревогами, встречаться. Мы вместе поможем друг другу в излечении и реабилитации после лечения. Пора объединяться. Вместе мы сильнее. И нам легче победить недолго. «Принимание!» Подробности на сайте Катерина Николаевна, расскажите, пожалуйста, о начале истории проекта. Добрый день ещё раз. Наш проект начался в 2018 году. И начало оно берёт с презентации книги. Вот этой книги «Настанет день», которую написала Алексеева Капитолина Капитоновна, которая пережила сама онкологию. Она переболела раком, посмотрела, как говорится, смерти в лицо. И всё-таки, как она говорит, я же для чего-то осталась в этой жизни. И значит, я должна что-то такое сделать, чтобы донести свой опыт, свои переживания до людей и как-то помочь обществу. И она написала вот эту книгу «Настанет день», где она поделилась очень откровенно своим опытом того, как она вообще всё это пережила, как она столкнулась с диагнозом, как она перенесла операцию, реабилитацию и так далее. И, в общем, презентация книги была в 2018 году, и после чего был дан старт нашему проекту. Это вот, получается, нынче мы отмечаем пятилетие проекта. И какая группа людей собрались? Как вы начали первые свои шаги? — Первые шаги, конечно, были очень тяжёлые, но благодаря тому, что изначально у нас было очень хорошее партнёрство в лице якутского онкологического диспансера, которые, конечно, в первую очередь они подхватили эту идею, зная, конечно, эту проблематику изнутри. Потом, конечно, у нас очень хороший партнёр, на площадках которого мы проводим встречи, это Национальный художественный музей. Они тоже поддержали нас с первых же дней, сказали, что проект этот очень важен, очень нужен. И вот уже на протяжении пяти лет мы очень дружно вместе реализуем этот проект. Конечно же, у нас в партнёрах имеется и первая поликлиника в лице главного врача Аверстовой Левтины Васильевны, Центр профилактики. То есть вот это те наши партнёры, которые с первых дней нас поддерживали, и без поддержки которых, конечно, наш проект вообще бы не состоялся. Первые года, конечно, было очень тяжело вообще пробивать эту... Вообще пионерам всегда тяжело, да? Новое дело начинать всегда тяжело. И поэтому у нас тоже были свои трудности, потому что люди очень, конечно, подозрительно, как-то так скептически относились к тому, чем мы занимаемся. Тема была очень табуированная. И даже вот эта сама книга, это на самом деле первая книга, написанная вообще вот в открытую, когда сам пациент пишет это в нашей республике, да, вот про опыт борьбы с онкологией открыто, с диагнозом, с именем и так далее. Потому что в большинстве своём люди, конечно, у нас очень скрытные, люди стесняются, они не говорят, они держат это в себе, и, конечно, это очень плохо. Вот. И поэтому изначально было тяжело. Но нам, я надеюсь, вот в последнее время, всё-таки благодаря тому, что проект уже, ну, вышел на определённый уровень, мы стали победителями гранта Ильдархана, да, вот социальных проектов. Мы себе уже можем позволить, у нас уже есть бюджет, мы можем себе позволить проводить хорошие мероприятия. И благодаря этому, конечно, уже люди видят нашу работу, и, в общем-то, уже больше и больше людей вовлекается, и вот хотят уже вступить, вот стать участниками нашего проекта, хотят стать получателями вот наших, скажем так, ну, вашей поддержки, да, вашей общении. Да, это очень важно. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вот насколько, из кого и каков ваш состав, группа, те, которые помогают? Кому мы помогаем? Да, кому вы помогаете. Как целевая группа, да? Ну, в основном, конечно... Ваш состав. А, наш состав. Ну, это всё волонтёры. Волонтёры в лице, вот... Просто позову в сердце. Просто люди, да, то есть совершенно на безвозмездной основе. У всех есть основное место работы, или люди уже вышли на пенсию, на заслуженный отдых. И вот просто вот решили, что это очень-очень нужное и важное дело, помощь людям, которые попали в такую, ну, трудную ситуацию жизненную, да, вот, столкнулись с таким диагнозом. И вот мы, что называется, в свободное от работы время, вот, очень с душой и просто вот действительно это рвение от нашего сердца, это такой вот порыв сердца, мы этим занимаемся, потому что считаем, что мы делаем такое очень нужное дело. Ну, и люди к вам уже и открываются, и тянутся, и... Да, да, я надеюсь, что да, и я надеюсь, что то, что мы делаем, это очень им помогает. И я надеюсь, что мы хоть немножко облегчаем им пройти этот путь в борьбе с онкологией. Это не только выжившие, это и те, кто ещё находится в таком тяжёлом состоянии. Да, те, которые даже получают лечение, да, они подключаются к проекту, они получают очень хорошую психологическую поддержку, да, не только вот психологическую поддержку в плане получения профессионального психологической помощи, да, именно такую поддержку, вот, ну, реальную поддержку от человека, который пережил и победил эту болезнь, они получают от этого огромный стимул, да, наши пациенты. Это он как надежда. Надежда, да. А потом они друг с другом у них разговаривают по определённой теме, например, как они победили эту рвоту после периода химиотерапии, да. Один говорит такой, подходит другой такой. Ну, вот, таким каким-то образом, вот, различные мелочи, да, которые мы, врачи, как бы контролируем, но, как говорят сейчас, модно говорить, лайфхаки, да, проведение, ну, прохождение этой пути, они сами с собой в группе общаются и, как бы, тоже помогают. Ну, это одна часть работы, да. На самом деле, когда возрождалась вот эта вот книга, да, «Настанет день» Капитона Капитона Алексеева, когда первый раз презентовали, конечно, мы доктора прочитали, её сразу, вот и до, конечно, книга, она открывает многие, да, вот, например, мы, те, которые мы всё время работаем, да, мы на некоторые моменты вообще не обращаем внимания, да. Мы вылечили, прооперировали, и на этом, как бы, ну, результат достигнут, да, и слава богу, да. А тут... Физиологически. Да. Ну, вот так. А в душе, да, морально, да. А тут Капитона Капитона посыл этой книги был, конечно же, направлен на реабилитацию, которого в Российской Федерации, ну, тогда, вот, в 2018 году, он вообще и не стоял как вопросом, да. Сегодня мы имеем вот национальный проект по реабилитации, да, и проекты пошли на уровне Федерации в нашей республике, да, и тогда вот Капитона Капитона этой книгой, вот, как бы, открыла, ну, шторку в мире реабилитации, то есть, как должен пройти путь пациента, да, от начала вот онкобольного, который вот получил специализированное лечение. Ну, тут же у нас очень разные, да, моменты. В хирургии это своя специфика, да, там мы удаляем органы, невосстанавливаемые эти органы, да, ну, как бы непрерывность, например, если это какой-то орган желудочно-кишечного тракта, мы восстанавливаем непрерывность пищевого прохождения, да, пищи, или там у кого-то остаётся навсегда стома, да, вот, то есть, приходится с этим жить, да, и тут, конечно, очень важна реабилитация. Реабилитация не только в физическом плане, да, а и в психологическом плане. И тут, как бы, очень хороший проект, он зарождался. Тогда главный врач нашей республиканского онкодиспансера Леонид Николаевна Афанасьева, ныне министра здравоохранения, она очень хорошо подхватила, нас, молодых ребят, собрала, сказала, вы будете курировать, поддерживать, и будете волонтёрами. Не будете, да, вот, кто хочет. Вот те, которых нас выбрали, да, вот 80% мы сейчас до сих пор с этим проектом. Невзирая, что мы и работу поменяли, и должности разные были, да, мы этот проект продолжаем. Вот, поэтому это очень важно, вот, в рамках данных проектов. Там же внутри проекта очень много проектов, да, Катерина. Да, это очень много. Она бесконечная, да, она начинается вот от бытовых каких-то вопросов, да, в WhatsApp-группе, например, да, мы обсуждаем насущные проблемы, да, это одна часть. Другая часть, это уже профессиональная поддержка. Другая часть, это были наши выездные, вот сейчас очень много же этих происходит, как называется, осмотров вот везде и всюду, да. Медосмотры, да, как медосмотры, вот, как называется, по типу онкопоизма, да, и тоже коллеги к нам присоединились, конечно, больше народу, да, больше, это же, эти мероприятия, они направлены не только для выявления каких-то заболеваний, да, а выявления каких-то предшествующих болезней к злокачественному образованию, да, к повышению, так называемого, вот, приверженности к медицинскому осмотрам населения. Понимаете, народ же в поликлинику мало ходит, да, часто. Мы здоровые люди же совсем по-другому, у нас психология совсем другая. Пока мы не болеем, нам важно время, то есть сидеть в очереди, или ещё что-то потратить, с работы уйти и так далее, сходить в больницу, это целое дело, а когда человек заболевает, ему важно здоровье. Вот они ходят, обследуются, получают лечение, курсы лечения получают, да, и вот такие вот медосмотры профилактические, да, которые тоже мы с антираком очень много таких мероприятий проводили, они всегда повышают приверженность населения к здоровью, то есть простой здоровый человек начинает заниматься своим здоровьем, заботиться о себе, да, это очень важно, и это огромная работа, которая вот приверженность, вызывать приверженность к здоровью населения, это один из главных таких моментов. Потом у нас проект по антирак поддержки выживших, да, это буклеты выпускали, информационная поддержка, да. Да, вот в прошлом году, благодаря гранту, мы издали вот такую очень хорошую, полезную брошюру, она была также передана на якутский язык, то есть она на русском языке, да, языке, то есть вот тоже это вот рассказывают, очень полезные советы, это информация по лечению, по психологической поддержке, тут даже есть рецептура, и вот очень полезно. И эту информацию можно, кстати, она у нас залита на наш сайт, можно в раздельные наши материалы, с любой точки, можно сказать, практически мира зайти на наш сайт и ознакомиться. Это тоже очень важная часть. В этом году мы начали вести наш телеграм-канал, где тоже мы публикуем информацию вообще касаемо темы онкологии, темы реабилитации, где освещаем свою работу, размещаем анонсы о наших предстоящих мероприятиях, о наших встречах, вот, потому что мероприятий у нас вот по этому году запланировано очень много, благодаря тому же гранту, да, более 120 мероприятий, честно говоря. Ну и как у вас времени на всё это хватает, помимо основной работы в жизни? Ну, хватает, да, хватает. Находим, да, хорошие. Время, вот, например же, очень сложный ковидный период был, да, очень сложный ковидный период, тогда у нас подключился главный онколог нашей республики, да, Феодосия Гавриловна Иванова, они очень много разъяснительную работу провели по вакцинации, да, по вакцинации от ковид-19. Это огромная большая работа, которую вот тоже антирак провёл среди наших учётных пациентов, тех выживших наших пациентов, чтобы получили они вакцинацию для сохранения своей жизни. Мы же понимаем, что вакцина помогает и спасает жизни, да, от ковида. Вот поэтому в этой работе тоже мы, конечно, как онкологи благодарим общество антирак, да, потому что была проведена огромная работа, и наши пациенты получили правильную информацию и правильное вот наставление, да, и опыт перенесения ковида пациентов наших, получивших прививку, да, которую перенести легче. Те пациенты, которые не получили прививку, они хуже получили, потом перенесли болезнь, да, и рекомендовывали. И самое главное же вопросов же было очень много открытых, да, получать, не получать, везде было сколько там, ой, он плохой, этот плохой, всё плохое. Очень много мнений. И было, да, и как бы вот благодаря вот этой мысли с наших вот пациентов, через нашу пациентскую организацию, как бы мы огородили от этой информации, дали правильную информацию, и это тоже очень сильно помогло. Надеюсь спасло, да? Да, очень многих спасло. Это вот не глядя мы их работая, вот между делом, как говорится, да, благодаря нашим волонтерам, да, по зову сердца, вот смогли спасти жизни наших пациентов. Это очень дорогого стоит, да, на самом деле, как будто бы там думают, наверное, ну собрались и собрались, и ВКС проводили, да, господи, чего только мы не делали. И так уже с таким заболеванием серьёзным, плюс ещё и пандемия. Да, это очень сложный период был. Потом у нас очень хороший проект был, прогулка с доктором, да? Да, да, регулярно мы проводим, да, то есть это буквально в такой неформальной обстановке, на свежем воздухе. Феодосия Гаврилиева с нашими онкологами, да, мы проводим встречи в парке. И вот просто вот общаясь на свежем воздухе, среди красоты, природы, у пациентов есть прекрасная возможность задать все тоже вопросы. Можно приватно там как-то отойти отдельно, да, задать вопросы нашим онкологам, врачам. То есть вот... Это в субботу, обычно в субботу бывает, да, по утрам. Обычно так, да, сейчас как раз новости надо. Абсолютно, это в парке, представляете, это очень хорошо. Да, вот потом мы очень благодарим тем, что вот, например, как, ну, клиницисты, если смотреть как клиницист, да, то вот проекты, которые по арт-терапии. Это совсем новое, совсем новое, да, которое мы вот сейчас видим, и мы видим великолепный результат, да. Вот тот, кто пациенты наши ходят, получают... Они обожают. Обожают, да, получают великолепные удовольствия. Они ждут, когда, когда все наши... Да, они получают, ну, такое удовольствие. Мы же все это следим, смотрим, да. Потом была великолепная выставка, да, творчество. Да, в этом году, 4 февраля, ко дню борьбы с... Международный день борьбы с раком. Ну, в связи с тем, что у каждого уже участника проекта уже появилось свое портфолио картин в результате наших занятий по арт-терапии, да. И у нас возникла такая коллаборация с Национальным художественным музеемом. Они говорят, а давайте организуем выставку. И вот мы подготовили... И они нам предоставили шикарный зал на первом этаже. Это не где-то в коридоре, а просто отдельно выделили зал. И мы прямо вот просто оформили там. У нас было больше 50 работ картин, которые висели. У нас была прекрасная презентация, открытие, да, куда мы пригласили врачей, наших партнеров. И в такой теплой, такой трогательной, хорошей обстановке у нас это прошла презентация. И, кстати, вот, да, тут в этой книге, да, тут даже картины эти, да, включены. А поподробнее можно вот про эту книгу? Да, в этом году тоже благодаря, опять же, вот тому, что мы себе могли позволить на средства гранта мы издали прекрасную, уникальную книгу, называется «Всё лучшее впереди». Здесь она чем уникальна? Девять участниц нашего проекта, проекта «Антирак», которые переболели онкологией, они написали свои истории. Свои истории преодоления онкологии, свои истории борьбы, как они это всё преодолевали, через что они прошли. Вот, но помимо этого, эта книга ещё цена тем, что тут есть, значит, включены психологические аспекты. Вот, тут, конечно, вопросы лечения, да, методов лечения, онкологии. Вот, вопросы реабилитации. Вопросы, тут даже, значит, у нас есть, значит, рекомендации по диете, да, по питанию, потому что это тоже очень важно, да, нутрициология. Вот, и вот такая красивая книга у нас появилась. Вот, у нас буквально на прошлой неделе была презентация этой книги. Вот, она вся в таком лавандовом цвете. Лаванда – это цвет наш фирменный, всеми любимый. Этот цвет символизирует борьбу с онкологией. Вот, у меня даже ленточка сегодня тоже лавандовая. Вот, такая красивая книга. Я думаю, что она будет очень полезна тем людям, которым буквально, может быть, вот буквально недавно диагностировано, да, это заболевание. Это будет книга полезна тем, кто сейчас уже проходит лечение или реабилитируется. Эта книга будет очень полезна для их близких, членов семьи, потому что это тоже очень важно. Тут рассказывается, как поддержать, да, близкого человека, с чем человек сталкивается, что он переживает. И прочитав даже эти истории, они вдохновляющие истории, люди откровенно, вот, они согласились, написали свои рассказы, они тоже, я думаю, тоже помогут очень многим. Поэтому я рекомендую вот найти эту книгу, прочитать, и я думаю, что она многим поможет. У нас одна из участниц сказала, что если бы мне эту книгу дали в самом начале моего пути, с момента, как мне только поставили диагноз, я бы намного легче прошла этот путь. Это потому что жизненные истории. Жизненные истории, они тоже. Да, вот мы же, как бы, когда человек заболевает, он же не понимает, да, куда попал. Мы сейчас переходим на короткую рекламу и вернёмся. Ещё раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители. Мы возвращаемся к нашим гостям после рекламы. И хочу напомнить, что мы сегодня говорим о проекте, о социальном проекте, о важном проекте, который выиграл грант главы Республики Саха-Якутия. Это антирак поддержка воживших. И у нас в гостях Катерина Николаевна Кларк, волонтёр-координатор проекта. И Пётр Владимирович Никифоров, главный врач Якутского республиканского медицинского информационно-аналитического центра, хирург, онколог и по зову сердца волонтёр проекта. Вернёмся к тому, вот просто вопрос, как вам удалось совсем разным людям, совсем вообще с другой сферы деятельности так собраться хорошо, да, пять лет назад? И сейчас такую работу проделывать, огромную, масштабную, спасать практически жизни людей? — Ну, я считаю, что основная заслуга вообще в успехе нашего проекта — это в нашем руководителе, Капитолине Капитоновне Алексеевой. Потому что это была её идея, она автор этой идеи, она эту тему знает изнутри, она её как бы пережила на своём опыте. И, конечно, что лучше может быть, да, вот таких обстоятельств, когда человек изнутри всё это знает, он всё это прочувствовал. И поэтому то, что... И эта тема-то поднялась, потому что она очень нужна и востребована. И обратившись, конечно, уже к медицинскому сообществу в лице онкологического диспансера, главным врачам, поэтому такой был хороший отклик, потому что они поняли, что это действительно очень важное дело. Я думаю, что вот благодаря тому, что Капитона вообще вот нас всех объединила, вот мы продолжаем вот так вот хорошо работать, и у нас очень такая хорошая дружная команда. Абсолютно и поддерживаю, да, вот слова Екатерины. Капитона Капитоновна у нас, конечно, вот очень хорошо нас зажгла, да. Вот благодаря этому проекту, на самом деле, вот формальные стены, барьеры врач-пациент, они как бы стёрлись, да, вот в этом плане. Конечно, субординация, но врач-пациент, наши вот барьеры, которые между нами стояли, да, вот по ту сторону, грубо говоря, стен со стороны пациента в нашу сторону, с нашей стороны в другую сторону, да, они как бы стёрлись, в связи с этим мы понимаем друг друга очень хорошо. То есть они понимают, как нашу работу, да, мы понимаем, что происходит с нашими пациентами вне наших стен. И можем уже совместно, вырабатывая основные моменты, можем уже некоторые проблемы решать уже по пути, да. Это самое главное, да, вот. И самое главное мы видим наших выживших, да, которые уже пролечились, вылечились от наших пациентов. Ну, больше награды для врача не нужно, да. Вот, когда видишь свой результат, радующийся, вот, танцующих йогой, рисующих картин, великолепные художники оказались, да, потом лепящие глиной, да, керамические изделия, шедевры, да. Вот, и потом, вот это вот, не это ли высшая награда врача? Поэтому великолепный проект, вот, мы получаем массу удовольствия от этого, поэтому, как бы, мы симбиоз очень хороший, великолепно просто. А какие они, вот, люди, которые пережили такую страшную болезнь, которые прошли весь этот трудный путь, которые победили? Ну, вообще, как говорится, 50% успеха в выздоровлении после онкологии зависит от социально-психологической поддержки. И человеку нужна психологическая поддержка, и им близким с самого первого момента, как только поставлен диагноз. И поэтому, вот, мы, наша задача, как раз даже вот на этом этапе уже подхватить человека, оказать ему помощь, сказать, что ты не один, чтобы он уже присоединялся к нам, ходил на наши психологические встречи. И наша задача, чтобы вот человеку облегчить пройти этот путь преодоления, да, выздоровления, стабилизации с минимальными потерями, и чтобы в результате на выходе человек выздоровел, достиг ремиссии, достиг стабилизации и вернулся в общество. Вот. И я очень рада тому, что, ну вот, у людей, ну, не то, что я рада, вот у людей, на самом деле, вот после того, как они заболели, у них жизнь действительно делится на до и после. Но я вот смотрю, вот по нашему проекту, у людей открывается столько талантов, они начинают себя вообще проявлять, и вот я говорю, в художестве, да, то есть какие-то таланты вот в рисовании, в этом, в том, и вообще даже они меняются, и это здорово, то есть вот благодаря тому, в общем, у них открываются совершенно какие-то новые грани вообще личности, честно говоря, и это совершенно уже другие люди. Это люди, на самом деле, каждый из них это большие молодцы, каждый из них это большие герои, потому что вот преодолеть это, достойно выйти из ситуации, вернуться в общество, она идти, вернуться в семью, это же вот, а что ещё надо? Вот наша основная задача, чтобы человек выздоровел и хорошо, полноценно, обратно вернулся на работу, стал таким же полноценным членом общества. Потому что многие люди, это чего, вот они вот сидят по домам, боятся, стесняются, вот скрывают свой диагноз и так далее. Мне кажется, вот одна из причин, что, видимо, они боятся, что на работе, может быть, их начнут как-то, может, притеснять, может быть, они более подвержены, более уязвимы становятся, да, боятся, может быть, их попадут под сокращение, ну, я не знаю, вот что-то такое, да. Но они не должны этого бояться. И в то же время люди на работе тоже должны понимать, да, что, в принципе, ну, онкология – это не приговор, рак – это не приговор. Как нам говорят сейчас онкологи, это хроническое заболевание, да, с которым люди живут годами, живут качественно. Просто надо это всё, как бы, ну, грамотно к этому всему относиться и вообще, как бы, ну, принимать правильное лечение, реабилитацию правильно проходить. Поэтому и сейчас я вот тоже вот считаю, что, и вы говорите, что это так же, как вот сахарный диабет, да, то же самое. Люди же годами живут с сахарным диабетом. Ничего страшного, да, там на контроле держат там свой инсулин, там принимают препараты и живут… – Полноценной жизнью, да. – Полноценной жизнью. – Ну, в онкологии, да, несколько другой, как бы, да, хроническое заболевание, да, которое зависит тоже самое от человека и от нас, да. Каким образом это влияет? Например, ранее диагностика. То есть это мы должны, врачи мы должны поймать рак на первой-второй стадии, да. При этом шансы выздороветь, ну, 80%. Первой-второй стадии. Ага. Выздороветь, представляете, это вообще забыть про болезнь на… – Полностью, полностью, да. – Это вот такой момент, а для этого хочется, конечно, нашим радиослушателям сказать, чтобы всегда регулярно проходили, здоровым людям, да, регулярно проходили диспансеризацию, да, где мы… Есть онкологический компонент, где выявляется вот бесплатно абсолютно в любой поликлинике, да, по прикреплению, да, бесплатно. – Такие условия в республике есть. – Да, условия все есть, чтобы диагностировать болезнь на ранней стадии. Более того, можно его выявить до предраковом состоянии и вылечить вообще, чтобы не было рака потом, да. Для этого направлены диспансеризации, профилактические медицинские осмотры. Поэтому я всех жителей нашей республики приглашаю активно проходить эту нашу диспансеризацию, профилактические осмотры. Пожалуйста, не игнорируйте, самолечением не занимайтесь, ничего хорошего этому не приводит, поэтому мы знаем, что залог успеха в онкологии, да, в лечении лежит ранней диагностики. Например, у нас есть, состоит, например, где-то 13 тысяч человек на учёте в республике Саха-Якутия, и 6 тысяч, около 6 тысяч человек, они живут более 5 лет, то есть они уже выздоровели. И дай бог, чтобы болезнь не вернулась. Ну вот они уже выздоровевшие, выжившие, настоящие, да. Вот поэтому это зависит от этого. Ну, конечно же, вот и третья, четвёртая бывает, да, стадии, да. И, ну, вообще система здравоохранения, в том числе онкология, не стоит на месте. Появляется огромное количество суперсовременных препаратов, иммуно-онкологии, да, методик новых, да, и эти методики позволяют также этим пациентам жить очень долго. Остановить болезнь, а порой его и победить. Поэтому шансы всегда есть. Как сказали, это не приговор, это надо иметь в виду. А работодателям хочется сказать, да, каждый работодатель должен быть ответственен к своему работнику, да. То есть он должен отправить положенную диспансеризацию, вот, один-два дня с сохранением средней заработной платы, первое. Да, второе, мы же должны быть социально ответственными, да, вот перед нашими работниками, если мы являемся работодателями. Должны требовать, чтобы они проходили договоренный ПМО, ну, вот эту диспансеризацию, профосмотр. Следующий момент, это, конечно же, онкология не заразная болезнь. Если даже этот пациент пережил онкологию, болеет онкологией, они имеют полное право работать, если, конечно, здоровье позволяет. Поэтому от этого бояться не надо. А нашим пациентам, конечно же, вот, ну, как говорим, действительно, да, у нас менталитет или что, да, вот мы не говорим, ой, господи, чтоб никто не узнал, ага, что за болезнь, не дай бог узнает, что я болею там еще этим, да, и все держим в себе, себе в себе. А ниточка-то, где тонко, там порвется потом когда-нибудь, да, и хуже делается. Поэтому вот очень полезный проект. Да, Катерина Николаевна как раз. Вот, как говорится, просто на человеческом языке говоря, без стыда и совести жить с этим, да, и спокойно спать с этим, что никто не узнает, как у бестайны и так далее, да, это очень полезно. Потому что, а если все вот прячешь, да, ничего, лишь бы не узнали, в поликлинику не схожу, там не схожу. Бесконечные переживания, даже такой стресс. Переживание, это стресс. И это не помогает болезни, да. А потом это же мы люди же, у нас не только эта проблема, у нас еще дополнительные проблемы, которые приходят и уходят. Да, эта проблема не уходит. Поэтому, конечно, нашим пациентам, ну, чуть проще надо быть, чтобы успокоить свою нервную систему, беречь себя, да. Ничего от этого плохого не будет. Поэтому вступайте в группу «Антирак». Телеграм-канал есть, сайт есть, великолепное сообщество. Вот, поэтому очень всех призываем, наших пациентов. Катерина Николаевна как раз перед началом передачи говорила, да, что вот в 2018 году было очень сложно вот эти... Начинать, да. Потому что люди, правда, были очень сокрытые, очень скрытные. Как-то все в себе, в себе. Плюс еще на фоне всей этой болезни, да. А сейчас у вас за 5 лет очень хороший получился виток такой развития, да. Да, да. И вот прямо практически каждый день мне приходят на WhatsApp сообщения, что просим включить в группу того-то, просим включить в группу того-то. С одной стороны, конечно, я не знаю, радоваться этому или нет. То есть, как с одной стороны, думаешь, ну вот еще один человек заболел. А с другой стороны, люди хотят вступить, значит, мы можем ему помочь. И это хорошо. Поэтому... Конечно, это очень важно. Да, наша вообще задача – хватить и помочь как можно большему количеству людей, конечно. Вот. А до этого же мы тоже вот до 2018 года достарались всякий проект. И не один у нас проект был, да. Мы диспансеры. Но мы не могли сплотить вокруг наших пациентов. Поэтому мы пошли другим путем, да. Тогда мы выходили тоже как социальной службой выходили, да. Ну вот насущные проблемы обсуждали, приглашали этих сотрудников. Тогда до ковида было, да. И мы как-то вот обсуждали вот эти вот проблемные моменты. Все копали проблемы, да. Как на инвалидности, как получить какую-то льготу и так далее, и так далее. А потом этот проект зародился. И люди пошли, да. Их больше и больше. Я же говорю, 13 тысяч человек стоит на учете. Они могут все быть в этой группе. Да, и обсуждать насущные проблемы и помогать друг другу. Это же очень важно. Кто бы выжил, например, да, своим опытом сказать, да. Каким образом, как. Вот у каждого же индивидуально, да, дома. У кого-то дети, у кого-то это, да. Ну, по-разному же бывает. Кто-то совсем один наоборот живет. Совсем-то наоборот один. Не с кем там словом обмолвиться. Поэтому по-разному. А, как говорится, велосипед не надо создавать. Ну, советы послушать можно, да. Не обязательно по пройденным дорожкам пройти, и это не получится, да. А советы получить, чтобы не наступить на одни и те же грабли. Совершенно верно. Поэтому вот такая вот группа, она просто наш спаситель для клинициста. Да, конечно. Нам очень помогает, очень сильно помогает. Мы очень благодарны онкологам, потому что в нашей WhatsApp-группе есть онкологи, и вот тоже они нас, что называется, курируют. Если у кого-то возникают вопросы, то они отвечают на вопросы. Это вот тоже большое дело. И всё, это же, да, всё по зубу и сердце. По зубу и сердце. А мы же ещё в этом году дальше же пошли. Ну что? Что мы не себе думали? Если мы... Раньше наша локация была только здесь, в городе Якутске. Совершенно верно, да. Мы решили... Ну, мы не решили. Мы знаем, что, конечно, Якутск — это большой город. Тут, конечно, сконцентрировано большинство населения, да, республики. Но люди в Улусах-то, они же тоже... Там рак-то тоже не отменён. Там же люди тоже болеют. Вот. И мы решили в этом году масштабировать. И в качестве пилотного проекта мы выбрали Нюрбург. Нюрбинский Улус. И там будут тоже проводиться занятия по арт-терапии, встречи с психологом. Вот. И, конечно, в перспективе было бы очень хорошо при каждом ЦАОПе, наверное, да, по Улусам вот создавать такие вот как бы наши, ну, филиальчики, как-то вот такие какие-то наши представительства, чтобы люди на местах тоже могли объединяться, общаться, рисовать, творить и, в общем, помогать друг другу. Тоже, может, какие-то свои как мини-группы поддержки. Несмотря на то, что они все тоже в нашей группе поддержки состоят. У нас на самом деле люди не только даже из республики, у нас люди из других регионов. Даже люди из Владивостока, да, с Бурятии, у нас из Санкт-Петербурга. Например, вот наша знакомая из Владивостока, она говорит, какое счастье, что вот у вас эта группа есть. У нас, например, в Владивостоке вообще такого ничего подобного нету. А она состоит в нашей группе, она вот активный участник нашего WhatsApp-сообщества. Так что вот так вот. Да, ей как бы там не одиноко. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Конечно. Ну вот, опять же, мы плавно переходим на ваши очень хорошие планы на будущее. Это всё расширить свою географию, горизонт. А ещё какие у вас есть такие вот пунктики, которые вы должны добиться, допустим, до конца этого года, в следующем году? Ой, ну, конечно, вот чем больше занимаешься, погружаешься в эту тему, тем больше у тебя возникает горизонтов и расширяются твои горизонты. Потому что эта тема бесконечная. И действительно, тут и творчество, и всё, что угодно. Ну, в этом году, конечно, мы бы хотели подготовить хотя бы к изданию, если получится даже издать, онкогид. Потому что это тоже было бы очень полезно. Это с советы психолога вообще с момента постановки диагноза, как советы человека, как вести себя с работодателем, там будет включена также лечебная часть. У нас рабочее название называется онкогид. Это будет как справочник для человека, который заболел онкологией. Прямо вот, чтобы прямо в ероде, вот человеку только поставили гляд, чтобы прямо выдавали, и всё. Это как бы твое руководство к действию, да? Как дальше вообще жить. Как памятка, да? Да, памятка. Чтобы было бы здорово. И не потеряться. Да, совершенно верно. Просто инструкция. Вот что, как, чего, вот ты открываешь, и вот у тебя уже всё. Ты уже проинструктирован, значит, проинформирован, значит, вооружён. А не теряешься в своих там каких-то сомнениях и проблемах. Вот спасибо вам большое за вашу работу, за то, что вы делаете, за то, что вы спасаете людей. Не оставляете их одних с их болезнями страшными. И спасибо большое, что вы в плотном своём графике выделили время, пришли и рассказали нам о таком добром деле. Мы от всей души вам желаем развития, положительного развития. И в обязательном порядке уже пригласим вас в гости. Наверное, уже и Капитолину Алексееву пригласим. С анкогидом уже, да, который вы выпустите. А нашим телезрителям и радиослушателям я бы хотела бы пожелать крепкого здоровья. Сегодня в эфире были Мария Ким, наши дорогие гости.